Сегодняшняя новость, о которой писали, это Дейен Берич, серб, который вербовал, соответственно, людей из Сербии, для того, чтобы они воевали на стороне России. И вот сегодня он записал такое обращение к Путину, жаловался на российское командование, о том, что с ними ужасно обращаются, с сербами называют цыганами, не дают боеприпасов, избивают, в общем, по-братски поступают, можно так сказать. Об этом что-то известно, вообще об отношении не только к сербам, об отношении к наемникам в рядах российской армии. Ну, я напомню, что в Сербии существует оголовное наказание за наемничество, и нашего прекрасного сербского братушку это, безусловно, ждет. Уж очень он распиарился, да еще и стал доверенным лицом Путина. Он понимает, что делает, меня может дать наказание за фейки об армии, конечно, конечно, конечно. Посмотрим на его дальнейшую судьбу. Но история очень занимательная. Про иностранных наемников я, наверное, знаю столько, что знает любой журналист, который занимается этим. Я не уверена, можно ли говорить о наемничестве, когда мы имеем дело с заключенными, заключенными иностранных государств. Давайте начнем с того, что все заключенные, все от первого до последнего человека, а их больше 120 тысяч было завербовано с начала войны, они все наемники. Все до одного, потому что это не мобилизация, это не служба по призыву, это именно вот наемничество, контрактники. И то же самое раньше нанимал ЧВК «Вагнер», именно нанимал, теперь нанимает Министерство обороны. И у них там особые контракты, в общем, по которым выплат таких, как было у Пригожина, никто не дождется никогда. Но это неважно, нам таких людей все равно не жалко. Другое дело, что среди заключенных очень много граждан иностранных государств, те же самые, не знаю, грузины. Хотя грузинам сейчас не очень много, таджики, естественно, граждане Таджикистана, граждане Киргызстана, граждане Казахстана, граждане Белоруссии, например, граждане Молдовы, они все такие же иностранцы, как и сербы, точно такие же иностранцы. Можно ли считать их наемниками иностранными? Конечно, это иностранные наемники просто из числа заключенных. И надо сказать, что по возвращении таких наемников в страны происхождения, мы это видим по Казахстану, по Таджикистану и по Киргизии. Таня, недавно как раз случай был. Да, их нужно сажать в тюрьму за наемничество в пользу иностранных государств, что для них есть, естественно, Россия. Поэтому наемники, конечно, есть. И я слышала и видела даже, то есть, ну, как видела, видела фотографии про темнокожих наемников. Кто-то из них студент, кто-то из них приехал, но кое-кто из них и заключенных, потому что разные есть заключенные, в том числе и граждане и африканских государств, и ближневосточных государств, не только из Центральной Азии, из азиатских государств и так далее, и так далее. В основном, да, это граждане, это выходцы из Центральной Азии, не получивших никаких российских паспортов. Им за войну обещают участие, но нет. Кстати, сказать, это единственная категория заключенных, которые почти согласились уже до публичности и почти согласились бороться. Год назад нам обратилась группа родственников, это были отцы в основном, ребят из Таджикистана или из Киргизии, сейчас не помню, которые сидели в Милихово вместе с Навальным, в Владимирской области экологии К-6. Четверо там было ребят, которых завербовал Вагнер. Завербовал не очень добровольно. И родители обратились с просьбой попробовать их остановить и оставить их на зоне. И мы сказали, да, мы можем это попробовать сделать. В первое время у нас особо хорошо это получалось. Потом было много-много препон. Но, тем не менее, можно было попытаться остановить. Последний раз мы устанавливали год назад, в январе прошлого года, вербовку устанавливали. И мы сказали только, пожалуйста, спросите своих ребят. Потому что после того, как они вступят в борьбу с этим, с вербовщиками, у них будут проблемы на зоне. Они закончатся. Более того, это не фронт, они останутся живы. Лучше побороться. Но первое время будет жестко. Если они готовы это выдержать, давайте это делать. Я за то, чтобы это делать. И ребята подумали несколько дней и сказали нет. Все-таки то же самое, что легче пойти на войну, легче пойти в окоп, чем сказать начальству нет. Ну и нет, так нет. Тут ничего не поделаешь. Ну это такая война. Сегодня мне легче, потому что сегодня меня не будут избивать, условно говоря, в колонии. Да, да, да. Стратегия локального оптимума. А то, что в самом конце туннеля этого вовсе не свет, а портал в ад, это уже будет потом. Да, я тут, знаете, подумал, вот когда вы говорили о том, что в том числе и заключенные в российских тюрьмах есть из африканских стран, которые тоже отправляются на фронт. Я уж подумал, а как к ним тогда относятся, если к сербам, которые вроде как братья по вере, братушки такие, да, вот такое вот отношение, если опять же ДНУ вот эту вот верить, которая их вербует. Нет, ну сами понимаете, Россия страна полна братских интернациональных чувств, исключительно в рамках заседания, я не знаю, там, Совета Госдумы по дружбе народов. Больше никак. Конечно, ксенофобная. Поэтому довольно странно ожидать хорошего отношения. Между прочим, сегодня Путин дал гражданство еще одному сербу, боснийскому сербу, военному преступнику, сейчас я посмотрю, как его зовут, да, Ратко Самоц, его зовут, который с 2013 года в международном розыске находится. Но не только ему, он сегодня вообще раздавал гражданство, боксеру американскому, который отчество взял Владимира, в честь Владимира Путина, какому-то канадскому хоккеисту. С чем вы связываете такие подарки Путину? Вроде Рождество прошло и Новый год тоже. Не, ну надо же как-то периодически, периодически, партнер же не очень много до первого света, надо периодически рассказывать, как разнообразные иностранцы рвутся на прекрасную советскую землю. Это было всегда. Поскольку уехали-то миллионы из России, а про каждого ты не то, что мне расскажешь, не хочется вспоминать, а то, что еще там очередные 10 идиотов и хотят взять еще себе русский паспорт, почему бы из этого не разуть из Муфислана?